Три месяца премьерства, которые обнулил кризис. Мишустин оказался не готов к серьезным испытаниям и реальной экономике. Михаил Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года, придя на смену Дмитрию Медведеву. Первый месяц прошел в относительно спокойной обстановке, но уже в феврале и марте новый второй человек в российской власти столкнулся с огромными проблемами – карантином и нефтяным кризисом. И хоть накопленные резервы по уверениям правительства позволят жить стабильно даже при таких экономических условиях, но никаких решительных шагов не предпринял. Сейчас, спустя почти три месяца после начала работы, Михаил Мишустин пока так и не сформировался как харизматичный и эффективный политик в глазах россиян. Более того, новый премьер не становится громадводом для недовольства россиян и не может защитить от ударов президента Путина. Судя по тональности публикаций в СМИ и соцсетях, народ гневается уже на главного. На данный момент главным достижением правительства Мишустина остается антивирусный пакет мер от 27 марта. Документы были приняты Госдумой сразу в трех чтениях и почти без обсуждения, после чего были сразу же одобрены Советом Федерации. Пакет, в частности, включает повышение пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОД с 1 апреля и до конца года, мораторий на банкротство и на проверки малого и среднего бизнеса до конца года, введение налога на процентный доход с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей, обещанное президентом снижение страховых взносов с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса. Однако в сравнении с Германией, которая выделила на борьбу с кризисом сумму, превышающую треть своего ВВП, и США, у которых на эти цели пойдет 12,4% ВВП, антикризисный пакет правительства России пока выглядит достаточно скромно – всего 1,3% ВВП, примерно 1,5 трлн рублей. По словам главы счетной палаты России Алексея Кудрина, на борьбу с кризисом и помощь бизнесу необходимо не менее 7% ВВП. Он также заявил, что дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже в ближайшее время. Ранее письма с просьбой о помощи премьеру Михаила Мишустину направили все четыре основные российские бизнес-ассоциации – Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора Россия. Глава Кабмина 7 апреля пообещал представить новый пакет предложений в течение двух недель. Одна из мер, которые предлагают авторы письма – законодательно признать карантин форс-мажором во всех субъектах РФ, чтобы пострадавшие отрасли могли рассчитывать на льготы при начислении и уплате арендных платежей, включая коммерческую недвижимость, услуг ЖКХ, кредитов, лизинговых платежей. Но как раз на объявление ЧАЭС Мишустин никак не может решиться. Видимо, Путин очень не хочет раскошеливаться на те самые 7,5-9% ВВП, о которых говорят эксперты. В мишустинской экономике Кудрин видит риски снижения роста ВВП с 1,9% до нуля. Не исключена и рецессия, предупредил Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В социальном плане все это говорит об увеличении бедности россиян. Низкие цены на нефть в силу нефтяной зависимости России означают и снижение реальных доходов населения. По словам Кудрина, они неизбежно сократятся вслед за девальвацией рубля, которая пока составила 10%, но может и дальше продолжиться. Изменений в лучшую сторону не произойдет, отметил Кудрин. Он считает, что бедность в стране увеличится. Россию ждет увеличение безработицы втрое с 2,5 миллионов до 8 миллионов человек. И есть вероятность, что период безработицы для многих продлится до конца года. По мнению Кудрина, бизнес нужно поддерживать так, как это было в 2008-2009 годах, когда они дали умереть слабым. С этими управленческими проблемами нынешнее правительство в принципе не способно справиться. У нынешней власти нет опыта управления в серьезных кризисных ситуациях. С начала нулевых по 2009 год российская элита жила в абсолютно комфортных условиях, когда цены на нефть непрерывно росли. Потом, после 2014 года, нефть стала дешеветь, но до вполне приемлемого уровня. А сейчас цены грохнулись так, что у Мишустина преогромная дра в бюджете. И премьер не знает, что с этим делать.